Ну что, я отправляюсь сегодня в Шипси, на электричке, на ласточке. Елена, моя подружка, уже там 5 дней живет, я еду к ней, переночую, а потом утром, завтра мы едем в Тагомыс. Сейчас я вам расскажу, как там, что там, почем, надеюсь, будет интересно. До Шипси я добиралась поездом ласточкой. Эта станция сразу после Туапсе, она такая маленькая, что даже большие поезда на ней не останавливаются. Время в пути около двух часов, а стоимость поездки 531 рубль. После Туапсе ласточка до самого конца едет вдоль моря, поэтому смотреть в окно одно удовольствие. Главное попасть местами со стороны моря. Попробуйте взять места с противоположной стороны от туалета и может повезти. А в летний период от горячего ключа идет целых 5 маршрутов поездов. От Шипси на следующий день мы с подругой поехали до Дагомыса на обычной электричке. Внешне она была похожа на электропоезд ласточку, но по стоимости вместо 414 рублей мы заплатили всего 240 рублей за человека. Правда, нужно учесть, что по пути следования электричка останавливается возле каждого столба, подбирая все больше и больше пассажиров, страждущих, уехать из своих захолустных сел приморских на развлечения в Сочи. Когда мы выходили в Дагомысе, мы буквально протискивались сквозь толпу. В отличие от ласточки, в электричку не продают места, поэтому многие едут стоя, да еще и счастливы. По большому счету это морское захолустье. Находится село Луси реки Шипси, которое переводится с адыгейского языка как Старечная, ну по другим данным, как Молочная река, Безводная. Поэтому после дождя река приобретает такой молочный цвет. Село находится на расстоянии 13 километров по шоссе или в 9 километрах по железной дороге на юго-восток от Туапсе. В селе проживает около 4000 человек. Ну а сейчас меня Лена ведет к себе домой, где она снимает свое жилье. Вот идем мы мимо рынка, который находится возле ЖД вокзала. Что касается цен, ну в общем-то такие же, как в горячем ключе, помидоры, там 130, персики по 200. Ну кстати у нас сейчас они по 150. Все остальное, в общем-то обычные курортные цены. И кстати здесь дорогая была черешня. У нас она уже по 150, 120 можно взять, например в горячем ключе, здесь она по 250. Ну как все как всегда. Набор джентльменский, как на всех рынках, все есть. И черчхелла, и фрукты, и овощи. Вот мы сейчас их рассматриваем. Конечно же тут же поблизости и всевозможные кафешки. Ну сейчас мы прошли мимо там Шурмянной. И ее жилье, оно находилось очень недалеко, прям совсем близко к ЖД вокзалу. Валерий, я думаю, в горячем ключе. Валерий, свободные номера, значит здесь будем жить. Понятно. Вот здесь. На первом этаже? Да, первый номер. Находим. Так, номер один. Добро пожаловать. Добро пожаловать. У нас в апартаменте. Вон твои лежат. Все, апартаменты закончились. 600 рублей. Значит это вот сюда дам мне ложиться? Да, вот видишь, все дали. Одеяло. Тут есть еще второй этаж, но это наверное для детей. Хотела я на него залезть, чтобы эту кровать не заносить. Ее не было. Вот эта кровать сушилась на улице. Сейчас она сушилась. Ну стояла, неправильно, что я выразилась. Кондиционер есть. Холодильник. Даже холодильник. Ну а так, наверное, же на двоих там дороже. Ну получается я 600, ты 600. За что 600 слушать? Теперь посмотрим, где у них кухня и туалет. В этом гостевом доме много комнат и много гостей. И вот все удобства, они находятся вот здесь. Мы проходим через столовую. Проходим в душевую комнату. Вот она такая. Рядом туалет. И есть мангал. И есть место для приготовления пищи. Ну казалось бы, что еще нужно? Ну, что касается самого главного, ради чего приезжаешь сюда, это пляж и море. Ну, надо сказать, что добираться до самого моря, я бы сказала, так странно. Ты идешь на железнодорожный вокзал, если у тебя сумка, ты ставишь ее на ленту, она проезжает по ленте, ты проходишь через рамку, потом выходишь из вокзала с другой стороны, переходишь через железнодорожную линию. Там такая есть калитка. И по маленькой дорожке спускаешься к морю. Вообще, момент такой странный. Да ладно. Пляж сам галечный. Что касается стоимости лежаков. Лежаки стоят 200 рублей, зонтик 300. И вот эти вот стоят зонтики с лежаками. Ну, соответственно, 200 плюс 300. И вообще, я считаю, что вот эти зонтики смысла не имеют, потому что солнце постоянно движется, и тень уходит, и в конце концов, смотрю, эти лежаки, они вообще все под солнцем. Какой смысл от этих зонтов по 300 рублей вообще никакого. Хороший там навес есть. И вот там можно поставить лежак, кому нужно узнать тень. Ну, мне, например, я брала лежак. И вначале я хотела просто там расположиться под навесом. Ну, например, это было возможно на той же Архипа-Осиповке или на другом пляже. Ты просто заползаешь под навес со своим одеялком, скажем так, ложишься на него и прячешься таким образом от солнца. Можно лежак не брать. А тут нет. Либо ты берешь лежак, либо иди отсюда, вон туда на солнце жарься. В общем, жадные они. Уже все открытое море. И благодаря этому вода редко бывает мутной. Но бывает. Вот на тот день, когда я там была, она была мутноватая у берега из-за большой волны. Но волна была у берега, а когда ты так проплываешь дальше в море, там вода прозрачная. И она удивительно бирюзового цвета. Вот даже на следующий день мы поехали в Дагомыс, она там другого цвета была. Вода тоже хорошая, но не такой обалденной красоты и бирюзовистой. Просто такое ощущение, что туда капнули бирюзовые краски. И даже не верится, что это вот спектр просто солнечный. Так дает такое освещение этому морю. Ну, бирюзовый. Просто налюбоваться не можешь. Очень красиво. Ну, вы знаете, вот возле берега, конечно, было мутновато. Даже не только от мути, которая шла со дна, но, к сожалению, и мусор попадался. Прям какие-то пакеты были, я так рукой отодвигала. И вообще неприятно. Вот я говорю еще раз, на глубину идешь, там хорошо, там хорошо плаваешь. И надо сказать, что вот наша соседка, когда мы пришли домой, пожаловалась, что ее дети подхватили на пляже ротовирус. Такая печаль тоже может случиться. Ну, кроме вот этого центрального пляжа, говорят, что можно пройти на пляж пансионатов, например. Там, наверное, поцивильнее они. А если пройти в сторону Туапсе, то можно, говорят, найти немало симпатичных мест для уединенного отдыха. Ну, надо сказать, что этот-то пляж, он не кишил людьми. Ну, вы сами видите, что не так уж много и народу было. Было еще в понедельник. Может быть, выходные больше. Хотя подруга говорила, что и в воскресенье-то особо людей не было. Итак, наступило время обеда. На побережье стояла вот такая столовая. Вот видите, там раздача. Она пустая. Там нет ничего. Но, видимо, из того, что народу мало, там ничего не выставляют. А происходит это таким образом. Ты садишься вот на такое место с видом на прекрасное море. К тебе подходит официантка и перечисляет, что есть из первых, вторых и третьих блюд. Вот мы заказали лапшу с курицей и борщ. Ну, борщом это назвать было трудно, потому что это был не борщ. Это был какой угодно суп, но это был не борщ. Мяса там отсутствовало. Но на вкус был неплохой. В общем-то, и вот я показываю по консистенции. Он вроде не жиденький был, но мяса отсутствовало полностью. Елена сказала, что в ее порции мясо есть. Ну, потому что блюдо называлось курица с лапшой. А как же еще бы там не было бы курицы? Вообще было бы странно, конечно. Обычная столовская еда. Без изысков, но насытиться можно. Очень все даже съедобно. Елена рассказывала, что один раз она попала в столовую, где борщ вообще невозможно было есть. Он там был не первой свежести, перекипяченый. Поэтому вот здесь это все в этом плане нормально. Было вкусно и сытно. На второе нам принесли, значит, мне макароны с кефтелями. А у Елены была картошка с котлетой традиционная. Мясо, похоже, использовалось одно и то же. Что для котлет, что для кефтелей. Оно было таким остреньким. Вот почему-то подливы даже никакой нет. Но мне повезло, у меня немножко подлива была. И тоже, в общем-то, неплохо. Несмотря на то, что острое мясо было, у нас такое было подозрение, что, возможно, забивается перцем несвежесть продукта. Но вроде бы как ничего. Тоже было неплохо. Для столовую, еще раз повторю, очень даже неплохо. Ну, а на третье нам принесли ситро. Вот уж ситро очень понравилось. Я думала, что сначала увидела большой стакан, куда так много. А потом поняла, что такая вкуснятина, холодная, запотевший стаканчик. Во время жары, ну, просто одно удовольствие. Поэтому ситро очень вкусное. Ну, и вот там, вы видите, на чеке во сколько-то обошлось. Ну, немножко так об истории Шипси, что я нарыла в интернете. Вот пишут, что в стародавние времена это место называли имение Шипси. И оно отмечено на карте военно-топографического управления, изданной в 1905 году и расположено на правом берегу Шипси. В настоящее время это пансионация для именным названия. На момент составления карты село Шипси на карте не отмечено. Имение же принадлежало генерал-лейтенанту Петрову. Это был товарищ министра путей сообщения, теоретик развития железнодорожного транспорта в России, автор нескольких трудов по транспортным железнодорожным сетям. В списках землевладельцев за 1910 году Петров Александр Павлович владел 1896-ю десятинами земли в селе Вильяминовское Туапсинского округа. Отзывы в интернете об отдыхе в Шипси разнятся очень сильно. Одни говорят о том, что им очень понравилось, другим говорят, что возмущены. Я думаю, что в первую очередь это зависит от цели путешествия или от цели отдыха. Надо сразу отметить, что тем, кому нравятся тусовки, аттракционы, активная ночная жизнь, курорт, конечно же, покажется скучным. Но там ничего нет. Это такая деревня. Ну, там здесь деревень нет на Кубани. Ну, прям село-село. Шипси – это место для любителей тишины, спокойного пляжного отдыха, трекинга и созерцания природы. Сидишь, смотришь на закат, мечтаешь о своем. Ну, хорошо. Потому что, ну, какая разница? Море, оно везде одно. А вот что к этому морю прилагается, это уже другой вопрос. Это первое. Второе. Я заметила, что в отзывах присутствует такая вещь. Например, если люди снимают жилье в гостиницах или в гостевых домах, то отзывы лучше. Отзывы неплохие. Они отмечают и обслуживание, и комфорт какой-то определенный. Что касается снятия в частном секторе, то там проблемы. Вот как раз там проблемы. То есть там вообще за качеством, за этим никто не следит, не смотрит. Но там и цены ниже, чем в гостиницах. Поэтому, если люди приехали просто отдохнуть пару-тройку дней, отдохнуть, наверное, им и достаточно и этого непритязательного отдыха. Ну, и, конечно же, все еще и зависит от денег, которые человек может захватить. Может быть, ему просто достаточно позагорать, и ему комфорт не нужен. Ну, тогда вот, конечно, частный сектор. Что касается инфраструктуры. В 2001 году был построен детский оздоровительный лагерь «Юность». Вот тот самый, куда и направлялись детишки из «Ласточки». В Шепси есть детский сад, детская поликлиника, участковый терапевт, процедурный кабинет, отделение стоматологии и также станция скорой помощи. Ну, а вот что касается инфраструктуры для отдыха, здесь она на любой вкус. В Шепси находятся санаторий «Смена», пансионат «Маяк», «Луч», Шепси, база отдыха «Энергетик», пансионат «Юбилейный». Есть множество гостиниц. Ну, и легко разместиться в частном секторе. В непосредственной близости высятся горы, ущелья. И, говорят, шумят водопады. Вечером после пляжа мы с Еленой пошли прогуляться по Шепси. Вот сейчас вы увидите окружающее пространство, по которому мы шли. Мы, значит, шли, 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 дошли до трассы федеральной, повернули, шли вдоль трассы. Вот как расположен поселок вдоль трасс, так мы и шли. И дошли до пятерочки. Ну, вот это расстояние и составляет полтора километров. То есть, вот на протяжении вот этого всего пути большое количество разных пансионатов, санаториев. Вот мы идем, смотрим на них. И как раз частный сектор также сдает свое жилье. Но это вообще далековато. Ну, представляете, полтора километра туда-обратно. Но говорят, что ездят на такси. Мы обратно из пятерочки добирались потом на такси до нашего вокзала. Дали 100 рублей. Мы же отдыхать приехали. Ну, 100 рублей как бы не так много. Просто заложить эти траты надо на то, чтобы добраться до дома. Я думаю, ничего страшного нет в этом. После похода в магазин мы пошли провожать солнышко. Любоваться великолепным морским закатом. Любуюсь на него в такие минуты, ты забываешь обо всем. Мир прекрасен. И появляются всякие философские мысли о смысле жизни. Ну что ж, поделюсь ими с вами. Некоторые, может, из увиденного ролика моих рассуждений о бедности шипси, посчитают, что, мол, вот какая фифа, комфорт ей подавай. Ведь главное – это море. Там можно проводить время, лежать сутками на пляже, а домой приходить только ночевать. Ох, наверное, некоторые этого реально хотят. Особенно, когда много работают в холодных условиях Сибири или Севера. Когда на небольшие зарплаты нет возможности снять достойное жилье, а солнце и море так хочется. И все это очень печально. К сожалению, наши большие расстояния в России до места отдыха отнимают релинную долю бюджета на отдых. А дороговизна съемного жилья порой необоснованного и того подавно. А ведь еще и поесть нужно по дорогим курортным расценкам. Поэтому еще с советских времен у многих и сформировался незатейливый спрос на комой-то и море. Меня лично это тоже не обошло. Я всегда жила трудно, воспитывала сына одна, поэтому отдых на море у меня не получался и был под запретом. Я довольствовалась малым, а именно отдыхом в селе Яровое Алтайского края. Это в лучшем случае. Но даже меня хватило на этот отдых всего на три раза. Хотелось снимать жилье в дырах частного сектора. И да, я тоже поначалу считала, главное переночевать, главное соленое озеро, здоровиться там. Впервые, когда я приехала, именно это так и было. Что происходит, когда ты туда приезжаешь? Обычно со своими средствами я могла себе позволить только комнату с хозяевами. Кстати, не так уж и дешево. Квартиры старые, убогие. Помню один случай, когда нас с сестрой разместили в комнате недостроенного гостевого дома, забитого отдыхающими. Внимание, без стены между нашей комнатой и столовой. Представляете, у нас стены не было. А что было вместо стены? Ну, за навеском. А на кухне, конечно же, периодически тусовались отдыхающие, когда им нужно было поесть. Мы, конечно, были в шоке, но уехать в другое место на тот момент мы тоже не могли, потому что все жилье было забито. Был такой сезон, как раз июль. Отдыхающих было очень много. Потом, конечно, через два дня нас переселили в комнату со стены. Но окна комнаты выходили на веранду, где, опять же, могли тусоваться люди. А окна с тонкими тюльками. И вот этот раз был для меня последний. После этого шестидневного отдыха я сказала, все, баста. Больше моей ноги в Яровом не будет. Не могу себе позволить достойный отдых. Вообще не буду ездить, чем так унижать себя. Поэтому, переехав в Горячий Ключ, я еще раз осознала огромные плюсы проживания здесь. Я ведь могу на эти 600 рублей съездить на день на море и вернуться. Лично для меня тупой пляжный отдых это вообще не мое. На второй день для меня море и солнце вообще не надо, потому как нажарила в первый день. Хочется просто отдохнуть, а солнце и делать это дома. Нужно поехать еще на море. Садишься и едешь еще на море за те же 600 рублей. То есть, живя на юге, в любой точке, вне зависимости от близости к морю, есть возможность не тратить дикие тысячи на дорогу, а потратить их можно на достойную гостиницу возле моря при желании, конечно, а не на конуру. Ну, а потом, а ведь еще и деньги остаются на развлечения. Я бы съездила на экскурсии на какие-нибудь, просто там прогуляться по набережной. Вот в Шипси вообще набережные. Другое дело, что я опять не могу себе этого позволить. Но уже по другой причине. Мне нельзя надолго уезжать из дома из-за моего отца в плохом состоянии. Ну, максимум на день. Поэтому не хватает. Это уже другой вопрос. Я очень рада, что все-таки живу здесь сейчас, на юге, и что даже несмотря на то, что живу не возле моря, как мечтала, все равно я могу быстро до него добраться. А чем дольше здесь живешь, тем меньше в этом море нуждаешься. И это не только мое мнение. Значит, что? А значит, моя мечта жить в море выполнена. Вот такие мои мысли. Ну, а на следующий день я собиралась в Догомыс. Как съездила, расскажу в следующем ролике. Кто не подписался, подписывайтесь, чтобы не пропустить интересное. Пока.